чтобы нам с вами сделать вот такое панно полукруг то нам потребуется с вами обязательно это хлопковый шпагат у меня 4 миллиметра 6 отрезков по полтора метра вот но также вы можете взять больше отрезков и шпагат может иметь меньшую ширину также нужно будет палочка и вам нужно будет ее зафиксировать я буду делать это на рейли вы делайте как вам будет удобно и вот я зафиксировал палочку для начала берем наш один отрезок складываем его на пополам внимательно и верхнюю часть сейчас будем крепить лицевым креплением то есть спереди заводим петлю за палочку да и получается в петельку выводим две наши нити это называется лицевое крепление вот у нас видна наша перемычка первую нить мы надели так закрепили вторую нить будем надевать точно таким же лицевым креплением вот я ее надела сейчас я буду проделывать репсовые узлы таким полукругом беру боковую нить беру нити от первого крепления складываю поверх нашей ведущей нити вот такой вот лодочку и пальцы прищепки завожу нить внутрь получается одно такое бочоночек у нас такой получилось и опять делаю лодочку пальцами прищепками цепляю нить и подтягиваю у нас получился вот этот репсовый узел и он как раз из двух бочоночков и состоит далее продолжаем делаю лодочку прищепками подтягиваю лодочку кладу поверх ведущей нити подтягиваю и вот это вот получился полукруг каждую нить для репсового узла мы два раза прокручиваем сейчас нам нужно будет закрепить также лицевым креплением но уже одну нить для этого потребуется только вот завести нить сначала за палочку потом продеть в вот это вот отверстие так а сейчас нужно вот выполнить что это как будто бы лицевое крепление у нас было также заводим нить но спереди оставляем вот эту перемычку в которую мы потом и продеваем вот и подтягиваем видите у нас закрылась как будто бы мы и надевали лицевым креплением вот вся магия этого панно и свершилась далее нужно брать следующую нить надевать лицевым креплением также и боковой нитью новой нити проходить все остальные нити репсовым узлом до конца где мы будем опять делать это лицевое сказочное магическое крепление вот так вот на видео я думаю вам все будет понятно единственное правильно складываете лодочку поверх нашей ведущей нити и потом прищепками вот так вот защипляем и выводим два вот этих вот кручение вокруг ведущей нити обязательно это репсовый узел а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Единственное, что мне остается, это только отрезать, и я вам тоже рекомендую. Можно отрезать полукругом, можно по прямой линии отрезать, и так и так смотрится красиво, и останется только распушить наш шпагат, если у вас тоже шпагат. Вот, и поздравляю, панно готово, можете его использовать, вешать, уже дарить, что угодно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, буду всегда рада вашим комментариям.